Всем хао дорогие друзья! Вы на канале Русский Китаец. Сегодня видео получится очень интересным, ведь мы едем смотреть, ну и соответственно показывать вам ту машину, которая на протяжении уже более чем 70 лет является самым качественным, самым мощным, самым уверенным внедорожником на этой планете. Именно этот автомобиль, не важно бы где он находился, в Сибири, либо в Африке, он является, по моему мнению, номер один. Но сейчас у нас настали совсем другие времена, поэтому сейчас идет гонка за технологиями, поэтому автопроизводители в этой гонке, наверное, очень сильно забывают про качество. И в этом видео давайте узнаем, так оно или нет. Ну вот, наконец, встречайте Land Cruiser Prada 2024 года. И сейчас прямо в комментариях жду от вас, как он, по вашему взгляду, выглядит. По мне, так он остается таким же крутым, мощным, уверенным внедорожником на раме. И, кстати, сейчас производитель заявляет, что его рама стала на 50% жестче, чем была у предшественника. Для чего нужна эта жесткая рама? Да все просто, просто для лучшей управляемости, для большей уверенности на внедорожье. И все вот эти его качества намного возвышают его над тем, что было до этого рестайла. Давайте сейчас разберемся, стоит ли его хвалить, либо ругать за его внешний вид. Почему? Потому что, по-моему, это копия Lexus GX, по-моему, там 470 был представлен недавно. И полностью все его вот эти черты очень сильно напоминают Lexus. Это у них, наверное, такая традиция. Lexus и Toyota как одно целое. Интересно, что в базовой опции здесь будет доступна круглая оптика. А во всех остальных версиях именно вот такая, как по Rolls-Royce, ребят. Габариты нашего Pradica приближаются к габаритам 200-го крузака. Его длина составляет 4 метра 920 миллиметров, ширина 1940 миллиметров и высота 1910 миллиметров. Дорожный просвет составляет у нас 221 миллиметр, а угол съезда 30 градусов. Это очень хорошие показатели для внедорожника такого класса. Колеса у нас имеют 265-65 размеры и радиусом 18 дюймов. Но в других комплектациях, в комплектациях повыше, можно 18-е переделать на 20-е. К сожалению, аккумулятор нашей выставочной машины сел. Я вам хотел показать, как она открывается. Раньше же двери открывались, по-моему, у Pradica вбок. Теперь такого нет. И, кстати, в комплектации выше, здесь где-то будет дополнительная кнопочка встроена, которая позволит заднему стеклу подниматься для более быстрого доступа в багажник. Что касается оси, впереди у нас двухрычажка. Сзади неразрезной мост на спиральных пружинах. Кстати, ребят, вот тут видите, как рычаг установлен. По-моему, не совсем безопасно. Какое-нибудь бревно, какой-то камень, возможно, его сможет оторвать. Но внизу вот есть такая балка, которая вроде бы как должна его защитить. Ну и, конечно же, это у нас полный привод, постоянный полный привод с отключаемой раздаточной двухступенчатой коробкой. Центральный дифференциал у нас имеет систему торсона. Что такое система торсона? Если обычная блокировка дифференциала имеет коническую систему, то торсон имеет червячную систему. Она может расклиниваться, тем самым блокируя скользящее колесо, а всю рабочую мощность переводить на рабочее колесо. Плюс ко всему этому в подвеске установлена абсолютная новая система предперечного стабилизатора устойчивости, что позволяет водителю держать более уверенную управляемость на бездорожье. Что касается блокировки заднего моста, в данной комплектации она отсутствует, но в комплектации выше китайцы ее, или японцы ее установили. Ребят, смотрите, я посмотрел по шильдику, машина собрана полностью в Китае, в городе Чханту. От V6 Toyota у нас отказалась, поэтому здесь у нас стоит V4 2.4 Turbo с ДВСной мощностью в 282 лошадиных силы, а также существует небольшая гибридная установка в 48 лошадиных сил, которая в общем дает 630 крутящего момента для такого вот крутого внедорожника. Зарядка для такой батареи не нужна, поэтому этот автомобиль является обычным гибридом. При растаможке в России, скорее всего, мощность будет складываться, и у него получится 326 лошадиных сил. И, кстати, за бугром будут другие версии, то есть вот эта версия идет для Китая плюс для Америки. Где-то еще будут продаваться 2.5 Turbo и 2.7 Turbo двигателя. Давайте перейдем в салон. Сразу можно по окну заметить, что у нас однослойная, то есть с шумкой, наверное, здесь проблемы. Это Toyota, ребята, это Крузак. Что касается материалов, ну это вообще жесть. Машина, чтобы вы понимали, здесь стоит примерно порядка там почти 6 миллионов рублей. Что это вообще? Очень дешевая, ну и к тому же, наверное, прочная кожа. Ну и давайте пройдем вовнутрь и посмотрим, на сколько там же все, прочно или нет. Перебью вас ровно на одну минутку, потому что хочу вам рассказать про то, чем мы занимаемся, кроме поставок легковых автомобилей. Тягачи, крановые установки, различные полуприцепы, а также любую другую спецтехнику, все это мы можем привезти в Россию в белую и с такими документами, как ОТТС. Кроме спецтехники, вы также сможете приобрести у нас мотоциклы, гидроциклы, квадроциклы, и абсолютно любой другой транспорт, который пригодится вам для активного отдыха. Ну и также компания «Русский Китаец» может предложить вам покрышки, которые пригодны как и для военной, сельскохозяйственной, так и для городской техники. Вот эти вот смеси используются в производстве таких известных брендов, как «Нокеан», «Мишлен», «Континенталь» и так далее. Сидения более-менее приятные на ощупь, сразу видно перфорацию, значит, здесь у нас имеется обдув, ну и подогрев 100%. Дверь закрываешь, в принципе, нормально, никаких посторонних звуков нет. Нету, блин, заряда в машине, я бы окна закрыл, чтобы не слышно было этих китайцев. Давайте просто перейдем к отделке салона, сразу начнем проверку на прочность. Ребят, что это, блядь? Смотрите, смотрите, какой люфт. То есть, это же вообще жесть. Смотрите. Ой-ой-ой, там что-то из пазика даже вышло. Ой, ёптать. Нормально. Вы понимаете, это конструктор Лего. Я даже боюсь что-то тут трогать. Если вы считаете, что машина медленно разгоняется, снимаете эту всю хрень и, наверное, побыстрее поедет. Ребят, кстати, Prado ушел от гидроусилителя. Здесь теперь у нас электроусилитель. Почему электро? Во-первых, легче. Во-вторых, чтобы машина имела базовые уровни автопилота, удержание в полосе, удержание дистанции и так далее, нужен электроусилитель. Здесь немножко узковато, потому что сильно выпирает дверь. Сильно здесь, ну вот видите, вот такое вот расстояние. Мужик здоровый здесь сядет. Ему, наверное, не особо комфортно будет. Дизайн, конечно, интересный. Конечно, стало лучше, чем было. Но за счет вот этих вот каких-то непрочных деталей, мне кажется, все выполнено максимально дешево. Руль у нас имеет три спицы. Справа полностью управление круиз-контролем, его вот этим автопилотом. Слева управление мультимедиа и так далее. Так как я уже говорил, что машина полностью севшая, я бы вам показал мультимедиу, я уже с ней ознакомился до этого. У нас имеется шесть режимов модов. Бездорожье там всякие разные, снег и так далее. Что поможет вам подобрать необходимый вариант для вашей местности. Блокировка моста у нас имеется только у заднего моста на максимальной комплектации. Но здесь есть функция пониженной передачи для проходимости в более каких-то нереальных условиях, так скажем. Здесь вот так красиво все сделано. Небольшой экранчик есть. Подогрев, обдув сидений переднего ряда полностью. Видите, имеется подогрев лобового стекла. Не просто его обдув, а еще и подогрев. Ну и управление кондиционером. Внизу у нас имеется три Type-C порта. Очень удобно, очень круто. Здесь у нас беспроводная зарядка и два подстаканника. Все материалы максимально, прям вот видите, максимально все мягко. Не знаю, во что они вложили средства, но вот здесь конкретно все очень-очень выглядит дешево. Очень надеюсь, что его базовые характеристики, как двигатель и подвеска, вот именно туда ушли сэкономленные в салоне деньги. Давайте перейдем на задний ряд. Это у нас пятиместная комплектация. Есть еще и шестиместная. Ну, поговорим чуть-чуть позже. Здесь тоже все очень просто. Имеется небольшой экранчик для управления кондиционером. Два Type-C порта, прикуриватель, подлокотник. Есть подлокотник. Кожа, как я сказал, ужасно прошита. Тут швы мне совсем не нравятся. Здесь более-менее. Но вот на каких-то небольших элементах видно, что, наверное, именно играют в долгую. Если где-то там на китайце что-то порвется, мне кажется, очень хочу верить, потому что машина реально недешево стоит, что здесь поработали над качеством. Крыша у нас не панорамная, имеется люк. В принципе, его для такой машины достаточно. А так, в общем и целом, комфортно. Сами видите все размеры. В багажнике, смотрите, как все сделано. Вот такие вот штуки, которые будут трещать через 10-20 тысяч километров. Вот так это все закрывается. Как говорится, нужно силу приложить. Здесь такая же хрень. Все это будет болтаться, потом это потеряется. Я прямо отвечаю. Давайте посмотрим на сиденье. Короче, они вот так вот делаются. Хоп. Перевернул его туда. Хоп. Перевернул. Не знаю, для чего это нужно. Тут нет ровного повода. Туда придется еще что-то подкладывать. Но если сюда что-то подложить, в принципе, можно разложиться. К сожалению, сегодня мы не сможем пройти тест-драйв на этом автомобиле, потому что машина только-только появилась. О ней говорили давно, но вышла она вот только сейчас. В моей провинции всего лишь вот это вот единственное. Сейчас они доступны к заказу. Залог за них, по-моему, 5000 юаней. В течение месяца вы сможете забрать автомобиль. Но сейчас они потихонечку пойдут конвейером. Поэтому, я думаю, через недели-две проблем, наверное, уже с наличием не будет. Потому что сейчас очень много людей до этого было. Очень много ее осматривают. Но лично мое мнение, ребят, 6 миллионов рублей. 6. Я бы его мог сравнить, особенно если ту минимальную версию с круглыми фарами, то это тот же самый Танк 300. Танк 300 в максимальной комплектации будет на лям дешевле, чем вот наш такой вот Прадик. Но давайте тоже не будем забывать про качество. Тойота, особенно Прада, имеет 70-летнюю историю. И, наверное, есть над чем задуматься. Танк мы знаем всего лишь там пару-тройку лет. Ребята, вот сейчас просто на минуточку. Стоимость его примерно до 6, там 6500 примерно. Я не знаю, сколько конкретно эта комплектация минимальная. Будет стоить 6. Растаможка на нее примерно 3 миллиона. Короче, прикиньте, почти под десятку, вот за вторую комплектацию у вас точно выйдет. И опять в комментариях сейчас напишите, скажите, дорого это для Прадика или нет. Дорогие друзья, на этом наше видео подошло к концу. Сейчас жду от вас массу комментариев. Выскажите полностью свое мнение по данным автомобиле. Я как смог максимально вам рассказал про этот автомобиль. Эту машину мы знаем все с детства. Поэтому я считаю, что для вас сегодня организовал интересный контент. Поэтому прошу от вас палец кверху, кнопочку подписаться, колокольчик. И ждите нового контента. Кто хочет заказать такую машину, либо абсолютно любую другую, которую вы знаете, неважно в Корее она, либо в Китае, мы вам все организуем. Поэтому переходите по ссылочкам вниз в наш телеграм, находите контакты моих менеджеров, общайтесь. Но перед покупкой обязательно выйдите со мной по видеосвязи, дабы избежать мошеннических действий. Ну и на этом все. Берегите себя. Пока.